МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Стратегия развития на ближайшие 10 лет". В Ненецком округе начали обсуждать концепцию, предложенную главой региона Игорем Кошиным. Что это за документ, как он выглядит и зачем он нужен, расскажем совсем скоро. Уголовные дела в регионе стали заводить все чаще. Полицейские отчитали за проделанную работу первого полугодия. Как получить загранпаспорт, быстро при этом не потратив свои нервы в огромных очередях? Секретом поделимся чуть позже. Хорошо жить, значит, жить удобно. Так говорится в концепции развития Ненецкого округа на ближайшие 10 лет. Появление важного документа на этой неделе, пожалуй, стало самым главным событием в регионе. О нем говорят, его обсуждают, в него уже вносят свои предложения. Концепция была разработана главой округа Игорем Кошиным. Для того, чтобы четко дать понять, в первую очередь, населению, как Ненецкий округ будет жить и меняться в лучшую сторону до 2025 года. В документе подробно определены направления социального и экономического развития региона. Никто не знает проблемы жителей, кроме самих жителей. Об этом заявил сенатор от Ненецкого округа Сергей Коткин во время масштабного обсуждения концепции развития. Он призвал население региона внимательно изучить важный документ и внести в него свои предложения. Активисты партии «Единая Россия», собравшиеся на региональном полицовете, решили обеспечить широкое общественное обсуждение проекта концепции развития Ненецкого округа до 2025 года, предложенное главой региона Игорем Кошиным в начале этой недели. О необходимости этого Сергей Коткин говорил с самого начала заседания. Вынести обсуждение концепции на широкое обсуждение всех жителей Ненецкого автономного округа. Потому что никто так не знает проблемы, которые волнуют непосредственно жителей в самом отдалённых населённых пунктах. И поэтому наша с вами задача – вот эту концепцию очень подробно, очень подробно обсудить с жителями Ненецкого автономного округа. Впрочем, и в ходе самого собрания сразу появилось несколько предложений в проект. Практически каждый предлагал расширить близкое ему направление. Например, директор турцентра Матвей Чупров вспомнил об экологии. Мне кажется, это в ходе общения с людьми будет проще доказать, что она правдивая, она честная, и она ведёт к результату не просто голосованные слова. Но я бы хотел ещё остановиться на одном моменте. Знаете, вот, кроме всего прочего, в этих словах хорошо жить, мне кажется, упустили, наверное, один из самых главных моментов – хорошо жить, ещё, наверное, нужно жить на здоровой земле. И главный принцип устойчивого развития – это то, что наша земля досталась нам длинно следствия от наших предков, мы взяли её в долг наших детей. А руководитель молодёжного центра Даниил Исполинов предложил прописать в документе губернатора графу, благодаря которой упростится трудоустройство подростков на летний период. Для современной жизни это очень важный и нужный момент, отметил молодой директор. Пять-семь лет назад для подростка вообще, для студента работать в летнее время – это был нонсенс. И сразу они приходят после вузов, дайте мне высокооплачиваемую хорошую работу, и хорошее место, и хорошие условия труда. Сейчас же подростки, те, которые прошли год-два через это, они уже берутся за любую работу и понимают, что такое зарабатывать деньги, и сколько реально, как реально может быть оцененных труд, и ответственно к этому относятся. Зная активность жителей региона, можно предположить, что у различных предложений поступят сотни. А чтобы их систематизировать, нужна серьёзная работа, уверяют в Ненецком отделении правящей партии. Своеобразными проводниками идеи граждан и готовы стать партийцы. Первое решение – концепцию развития НАО 2025 обсудить на заседаниях местных политических советов, на которых выработать практические меры по вовлечению максимального количества членов партии. Впрочем, обсуждение проекта, концепции и выработка предложений уже идёт по всему Ненецкому округу. Так, например, в этот день о концепции говорили не только в Наринмаре. Одновременно её обсуждали и депутаты Коткинского сельсовета. В принципе, избранники документом остались вполне довольны и добавили актуальную для их поселения тему развития животноводства. По СИУ там просто такие намётки только. Но нас, например, смутило, что строительство маленьких ферм, сельских поселений, может быть, это к нам и не относится, но мы это тоже отметили. У нас планируется строительство фермы на 400 долов, у нас есть трудовые ресурсы, у нас есть желание работать. Нам надо ферму для того, чтобы село жило. В ближайшее время подобные обсуждения проекта концепции развития Ненецкого округа в самых разных формах пройдут в каждом населённом пункте региона, в трудовом коллективе и в общественных организациях. На необходимость сбора о предложении всех граждан обратил внимание и Сергей Коткин. Самое важное, коллеги, на мой взгляд, чтобы она даже не столько партийной, должна быть концепция народной, она действительно должны, вот жители, включиться и дать свои предложения, она должна быть народной. Впереди серьёзная работа. Концепцию теперь предстоит обсудить с жителем Ненецкого округа. Сделать это сможет каждый. Для Игоря Кошина очень важно, чтобы люди сами предлагали пути развития региона. Ознакомиться с документом можно на сайте администрации НАУА. Чтобы высказать своё мнение, нужно всего лишь написать его и отправить на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. После конкретные предложения будут направлены к главе региона. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Прокуратура Ненецкого округа особое внимание уделяет надзору за исполнением природоохранного законодательства предприятиями нефтяного комплекса. Этого требует специфика региона. По результатам проверки соблюдения законодательства о недрах установлено, что уровни использования попутного нефтяного газа, установленные лицензиями и проектами на разработку месторождений, обеспечиваются не всеми нефтяными компаниями, которые добывают нефть на территории региона. Например, в прошлом году у семи предприятий, на объектах которых проводилась проверка, этот объем составил от 3,5 до 77% при нормативе в 95%. При этом неиспользованные объемы попутного нефтяного газа компаниями сожжены на факельных установках, что повлекло негативное воздействие на окружающую среду и выброс вредных веществ – метана, сажи, диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в атмосферу, что в свою очередь нарушает право человека на благоприятную среду обитания. Также в деятельности нефтяных компаний выявлено нарушение условий лицензионных соглашений и проектных документов в части объемов добычи нефти. По выявленным фактам нарушения закона прокуратуры округа было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по статье «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Управление Росприроднадзора по округу привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей. Подвели итоги за прошедшие полгода и наметили основные направления работы на будущее. Расширенное заседание коллегии Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому округу прошло в Наринмаре. Алина Вучейская с подробностями. Обсудили как положительные, так и отрицательные моменты. Заседание начали со статистики. В своем докладе начальник Управления Министерства внутренних дел по Ненинскому округу Олег Елиных отчитался о криминогенной обстановке в регионе. Так, на протяжении первого полугодия 2014 года в сравнении с четырехлетней статистикой наблюдаются рост регистрируемой преступности на 45%. При этом стоит отметить, что сократилось количество особо тяжких преступлений. Уменьшилось количество убийств и покушений на убийство на 85%. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 63%. На 50% сократились разбой, на 71% сократились грабежи. Это особо тяжкие преступления. Получилась криминогенная обстановка в четырех населенных пунктах. Всего от Хангурии, Андек, Коткина, Красная. А вот количество экономических преступлений, напротив, возросло. И если за аналогичный период предыдущего года не было заведено ни одного уголовного дела в части освоения бюджетных средств, то за половину текущего года заведено уже два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий. Количество обращений в сфере антикоррупционной направленности увеличилось с 7 до 36%. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено два уголовных дела по преступлению, связанным с присвоением бюджетных средств и совершенным должностным лицом органов муниципальной власти. Это в отношении главы администрации муниципального образования Хасида Харский сельсовет ЦИФКО по факту незаконного присвоения бюджетных денежных средств в размере 16 тысяч рублей и предоставления бухгалтерии администрации эффективных документов. Именно поэтому одной из приоритетных задач УМВД России по Ненинскому округу ставится работа по противодействию коррупции. Впрочем, самой главной целью ведомства остается обеспечение безопасности граждан Ненинского округа. Для этого проводятся регулярные рейды, проверки и акции, а также реализуется проект «Безопасный город». Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». 4,5 тысячи заграничных паспортов выдал отдел ФМС по Ненинскому округу за первое полугодие. Как пополнить ряды обладателей документа? На изготовление загранпаспорта уйдет месяц, при этом простоять в очереди в здании ФМС придется несколько раз. Этого можно избежать, подав заявление на единый портал госуслуг. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру, затем заполнить анкету, последний пункт оплата госпошлины. Загранник старого образца, срок действия которого 5 лет, обойдется в тысячу рублей. Паспорт нового образца действительно 10 лет 2,5 тысячи рублей. Срок действия паспорта 10 лет, и он содержит чип, на котором та же информация, которая отражена в паспорте, она закодирована. То есть где пограничный контроль быстрее можно пройти, в зону Шангена особенно. И в недалеком будущем заграничных паспортного поколения он будет содержать еще биометрические данные, то есть отпечатки пальцев. Несмотря на более простой порядок оформления загранпаспорта через интернет-портал, данной услугой в нашем округе за этот год воспользовалось всего 113 человек. Именно поэтому сотрудники миграционной службы призывают жителей округа пользоваться электронной подачей документов. В населенных пунктах, расположенных по Нижнепечорию, закончилась поставка каменного угля. В эти районы по реке было доставлено почти 15 тонн черного топлива. Об этом сегодня сообщила компания «Севержилкомсервис». Именно она доставляет уголь в населенные пункты Ненинского округа. Тем временем завоз дров по реке уже выполнен почти на 70%. Продолжается и поставка бензина. В полном объеме топливо получили Несь, Чижа, Шойна, Кия и Индига. В списке получателей еще 6 населенных пунктов. Поставки дизельного топлива речным путем выполнены на 85%, морским путем на 54%. Поставки каменного угля в поселении, расположенном на морском побережье округа, выполнены почти на 50%. Уголь ждут в Оме, Бугрюно, Каратайке, Варнике, Усть-Каре, Воланге. В Нижнюю Пешу поставлено треть нужного количества угля. Мы прерываемся на короткую паузу и вот что вы увидите далее. Лето, пора отпусков. Мы расскажем, куда чаще всего едут отдыхать жители нашего региона, а также какая погода ожидается в ближайшее время. Вы давно были в кино? Подарите себе удовольствие просмотра фильма в современном кинотеатре «Синего Старта». Приходите всей семьей, приходите парами и компанией. Огромный экран, более 20 квадратных метров, кресло премиум-класса, новейшая аппаратура, акустическая система «Долби Диджитал». Новинки мировой и отечественной кинематографии. К услугам посетителей кинобар с попкорном, чипсами начо с различными напитками, бесплатным Wi-Fi. Кинотеатр «Синема Стар». Поселок Искателей «Губкина 5В». Желаем вам приятного просмотра! Базостроитель. Реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент, фасовки по одной тоне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэмерсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет октября. Дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская. Дом 2. Вход с торца. Второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок. 8-911-654-13-15. И 8-911-556-04-25. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу. Оленная, 10. Телефон 2. 17. 17. Продолжаем выпуск. Вот и второй месяц лета подходит к концу. Кто-то уже успел отдохнуть, как на территории России, так и за ее пределами. А кто-то еще только планирует свой отдых. Мы узнали, какие курорты наиболее популярны среди жителей нашего города. Спасаясь от холодного лета, жители Наринмара чаще всего посещают курорты Египта и Турции. Однако интерес к более экзотическим странам среди горожан с каждым годом увеличивается. Например, в турагентстве LMTour в этом году на 15% увеличилась продажа путевок страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Специалисты уверяют, это потому, что у многих жителей Заполярья есть право на льготный проезд. В Ниньском автономном округе льготная дорога еще действует. И, естественно, она позволяет вылететь туристам в дальние страны. Естественно, они стали выбирать у нас Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Куба, Мексика, Доминикана, Коста-Рика, Панама. Похожая ситуация в туристической компании «Красный город». 20% от всех проданных путевок этого года куплены на курорты Вьетнама, Доминиканы и Таиланда. Между тем, популярность набирают не только экзотические страны. Посещают туристы и курорты России, особенно Крым. Продажи туров туда по сравнению с прошлым годом увеличились в 4 раза. В этом году, например, у нас отмечился такой достаточно существенный рост спроса на Крым, что было также, на мой взгляд, вызвано активной пропагандистской компанией в СМИ, а также тем, что вы знаете, что сотрудникам правоохранительных органов многим запретили выезд за границу Российской Федерации, в связи с чем им пришлось переориентироваться срочно на другие направления. Курорты теплых стран посещают сотни людей из Ненецкого округа. Однако те, кто проводит летние дни в заполярной столице, не жалуются, ведь природа нашего края по своей красоте ничуть не уступает заморским странам. Константин Канев, Вадим Стасюк, Телеканал Север. А вот новость для тех, кто проводит лето в округе. В последние дни уходящего июля будут преобладать антициклоны, местами пройдут кратковременные дожди. А вот 29 июля с приходом циклона дожди пройдут повсеместно различной интенсивности. По данным Гидромедцентра России, на территории округа средняя декадная температура ожидается на 2-4 градуса ниже климатической нормы. А норма в июле составляет 10-13 градусов. Конец июля принесет тепло, но несущественное. Дневная температура воздуха к концу июля повысится и составит 10-15 градусов. На юго-западе округа возможно повышение до 20 градусов. Чего ждать от августа, в телефонном интервью нам рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Цыплакова. Что в августе нас ожидает, это тоже также мы можем сказать пока только лишь по данным Гидромедцентра России, согласно их прогнозам месячного. В августе среднемесячная температура по территории округа ожидается на 1 градус выше нормы. Норма плюс 8, плюс 10. Ну и остатков ожидается около нормы. Норма для округа 37-68 мм. Специалисты отмечают прогноз предварительный. Кстати, самый теплый август за последние 5 лет был в прошлом году. Скорее всего, такая погода установилась вследствие горячих воздушных масс из степей Казахстана. В таких случаях температура может превысить плюс 30 градусов в тени. А сейчас узнаем, какая погода ожидается в субботу 26 июля. Продолжение следует...